Содержание автомобильных дорог. Недавно у нас был комитет при законодательном собрании, где нам давали слово, мы выступали по этому вопросу. То есть если просто рассматривать наш бюджет, то у нас за 2021 год уже, если смотря его исполнение, мы собственных средств вложили еще около 5 миллионов для содержания автомобильных дорог. То есть знаете, что прошлая зима, ну получается она попала у нас на январь-февраль, была очень снежная, и то есть мы из бюджета добавляли дополнительные денежные средства всем сельским советам для того, чтобы убрать снег, потому что у нас точно так же едут школьные автобусы, по утрам необходимо, чтобы были прочищены все дороги, это безопасность наших детей. И точно у нас в течение всего года и на градировку автомобильных дорог, и где-то у нас щебенка подсыпаемой дороги, потому что у нас не все асфальтированные, а есть дороги, те, которые требуют какого-то дополнительного ремонта. То есть дополнительно очень много выделяется средств на содержание автомобильных дорог. Ну вот, наверное, Голи Владимирович тоже бы добавила, потому что какие-то уже вопросы решаются в этом направлении депутатами законодательного собрания в рамках содержания автомобильных дорог. А можно для понимания, секундочку, сколько денег вообще в год Назаровский район тратит на содержание дорог? Если рассматривать 2021 год, то это около 8 миллионов рублей. Притом субсидий нам выделяется 3600. Ну вот здесь методика, о чем Наталья Юрьевна говорит. То есть надо подразделять, что такое содержание. То есть выделяются, как и всем районам, это деньги на капитальный ремонт. Это когда мы можем асфальтировать какие-то участки дорог. То, что отсыпать дороги, о чем говорила Наталья Юрьевна. Но и в то же время на содержание, это очистка от снега, это гридирование, потому что это важно для содержания. Но вот несовершенная методика, об этом я уже говорю не первый год, и мы в этот раз рассматривали в законодательном собрании. В этом году вообще меняется, если раньше была субсидия, то сейчас несколько другое финансирование. Мы говорим о том, что о несовершенствии методики. То есть учитываются три показатели, один из них это численность населения. Я просто приведу пример, чтобы было понятно, нисколько не хочу. Понимаю, в городе не хватает средств. Ну, например, в городе внутри городских дорог 203 километра. Почему я хорошо знаю? Потому что мы писали письмо еще, будучи работая главой, да, в министерство. Городу выделяют около 16 миллионов на содержание дорог. Я не берусь там что-то. На Заровском районе внутри поселенческих дорог 263 километра, мы получаем 3600. То есть ведь неважно, живет здесь тысяча человек, да, либо живет 100 человек, для них должна быть дорога, когда они могут спокойно пройти. И поэтому методика несовершенная, и, конечно, вопросы поднимаются. Но вот Наталья Юлина говорит, потому что когда в прошлом году, да, я помню тот случай, когда все заметает, бесконечные вот эти вот обращения, было принято решение, да, что мы будем тратить деньги районного бюджета на то, чтобы очищать дороги, потому что люди не должны страдать, что у нас не хватает. Значит, мы другие статьи где-то сокращаем. Это как раз работа с депутатами, да, когда депутаты должны понять, что мы планировали на одно, но мы теперь должны снять и запустить эти средства, потому что люди не должны страдать. Поэтому вот эта проблема существует, ее обсуждали и в законодательном собрании, потому что сейчас я говорю, что будет не субсидия, а финансирование будет по-другому, будет дотация, создается дорожный фонд за счет акцизов, да. Но сегодня гарантирует правительство Красноярского края, что средства не уменьшатся, то есть будет вот даже в первом квартале уже депутаты возвращаются к этой теме и будут смотреть о том, и работать и с Минфином, и с Министерством транспорта о том, чтобы вот средств было достаточно, ну, понятно, мы, как всегда говорим, на все не хватит. Но то, что на дороге перспективы должны выделяться больше, это все понимают, потому что дороги должны чиститься, мы живем в Сибири, все-таки, ну, общее недофинансирование дорожной отрасли. Ну, и плюс еще, есть еще другой момент, о котором тоже надо, наверное, говорить, да, и мы столкнулись и в прошлом году, и даже вот работая главой постоянно, порой есть средства, да, на что есть. Но сегодня у нас есть подразделение, да, сегодня даже, которая, даже Суачинская, которая вот здесь, Назарова, да, не хватает у них техники о том, чтобы очистить. Сегодня есть средства, все, пожалуйста, но сегодня куда-то техника отправляется в одно место, в другом месте, и сегодня главы, работая, вот как раз начинают заключать и какие-то соглашения, и, например, с частными, да, какими-то предпринимателями, либо физическими лицами, у которых сидели. Прямой договор, да? Вот это наличие вот этой техники даст возможность какие-то проблемы решать.